Продолжение следует... Источники литературы. Тут их, к сожалению, взяли, нам и обрезали. Тут есть только первый. А, нет, тут всего шесть источников. Ну, вот, конечно же, это статья 18-го года. Это статья 99-го, 18-го, 8-го, 18-го, 18-го. Конечно, все их имеет смысл включать в дальнейшие источники и брать, если они сопоставим по теме. Вот так происходит работа со статьей. И вот это вся предварительная работа, которую проводит молодой ученый. Затем мы встречаемся, используя интернет. Вот подобным образом мы сопоставляем русские и английские переводы. Переводим ее совместно, обсуждаем саму статью, делаем выводы и заметки в файлах молодого ученого. Ну, и у нас формируется какая-то картина, потому что по мере того, как мы обрабатываем все большее количество статей, есть понимание, что именно будет тематика конкретного исследования и настоящей публикации. Меняется ли как-то тема, или она все-таки остается той, которая была первоначально, что тоже нередко такое происходит, когда мы уточняем или, наоборот, обобщаем и расширяем тему, потому что мы не можем найти объективно то количество данных, которое нам необходимо для доказательства какой-то частной области исследования или какого-то конкретного отдельного предмета, по которому не особо пишут в настоящее время. Ну, и здесь все будет то же самое, будет изучен абстракт, все переведено. Мы посмотрим эти методы анализа. Вот здесь как они все очень подробно описывают, не клинически. Ну, это статья какая-то староватая, скорее всего, там 90-х годов. Но здесь, видите, приведен тоже какой-то анализ. В общем, это вот то, что нам предстоит в ближайшее время. Эти статьи были изучены, и то, как образуется рецессия, мы везде посмотрели. Но из этой статьи мы больше подчеркнули, она обзорная, очевидная, исходя из количества источников, хотя, видите, они здесь не пронумерованы, например. Поэтому может оказаться, что в абстракте они не встречаются. Статья действительно обзорная, но все отсюда. Да я бы не брал, видите, 69-й, 70-й, 73-й, 63-й годы, 68-й. В общем, период понятен, когда писали, 72-й, 70-й. Да. Лучше таких источников не использовать, но мы это делали специально, для того, чтобы взять какую-то обзорную статью и углубиться именно в историю проблемы. Поэтому одну такую статью имеет смысл прочитать, которая пишется как раз на начальном временном промежутке исследуемого нами периода. То есть мы брали там 63-й год, но вот чуть попозже был написан обзор, который включил в том числе работу 63-го года. А, конечно, так нас интересуют источники за последние 10 лет. И лучше, чтобы они были там за 5 лет на самом деле. То есть если прослеживается тенденция того, что мы изучаем, и результаты одни и те же, имеет смысл этот источник показывать. А если все принципиально меняется или появляются новые методики, операции, подходы, и в нашей ситуации тоже, то имеет, конечно, смысл изучать все-таки более свежие публикации. С этой статьей будет все то же самое. Она была как раз подготовлена и переведена. И мы оценили различные этнические группы и соотношение с возрастом и полом рецессии десны. Но в очередной раз она подтвердила, что все-таки первичные признаки, поскольку пациент в более возрастном рецессии встречаются чаще, поэтому оценивать все эти признаки как первичные преобразования рецессии совершенно бессмысленно. Они могут сильнее влиять уже на развитие патологического процесса, они могут, наоборот, его приостанавливать или в каких-то ситуациях отдельных совсем обращать вспять. Это тоже в нашей статье будет указано. Но первичными факторами вот эти анатомические структуры не являются. За исключением может быть только вот этой первичной дегесценцией, которая имеет место при высоком типе улыбки. Но данный конкретный параметр в этой статье, например, не описывался. Хотя здесь было много статистики, мы измеряли различные форматы медиаграмм, что на самом деле мы считаем, ну как-то чрезмерно тут в одной таблице можно было свести все данные абсолютно. Тем более, что есть близкие группы исследований. Сделать одну большую таблицу, сделать одну большую диаграмму, которая была бы просто многофакторной. Ну, статистическая обработка. Тут, в общем, мы ее не наблюдаем. Мы наблюдаем здесь показатели. Другой вариант отражения диаграмм абсолютных значений. Показатели исследуемых. Ну, вот как-то так. Поэтому тут больше статья по математике, на самом деле, а не про рецессии. Ну, и о чем говорит еще такое количество источников, что это обзорная статья. В общем, аналогичная. Почему мы взяли на себя такую ответственность изучения этой темы и помощь, какое-то обучение тому, как это делать? Почему мы чувствуем в себе силы для этого? И вообще взяли такое ответственное решение на себя кого-то чему-то учить. Особенно, да, казалось бы, не имея каких-то мощных доказательств нашей компетенции в этой области. Поэтому хотелось бы показать те работы, которые уже вышли и что планируется в обозримом будущем. Значит, исследование этой проблемы нами ведется именно в научном плане 2014 года. И мы документируем клинический опыт, его постоянно наполняем, дополняем и так далее. Хотя применение материала реально, что и натолкнуло нас на расширение своей деятельности еще и в сторону научную. Это, конечно же, тот клинический результат, который мы наблюдали при использовании одних средств, других и так далее. У нас сформировалось несколько групп тех объектов исследования, которые мы хотели бы посвятить деятельность Академии Хлорофилла и Кары Асины. И вот нашу тоже всю эту активность, как минимум, ближайшего года для понимания того, что вообще, в каких направлениях можем двигаться дальше. Потому что большое количество исследований на сегодня. Мы им 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 возможность объединять. Это и фармацевтические исследования, естественно, это и микробиологические. Это несколько клинических баз не только в нашей стране, но и в ближнем зарубежье стран бывшего Советского Союза. Это, конечно же, работа по патентному изысканию. Это физико-химические методы исследования. Это исследования на вирусах, например. И также изыскания, которые проводятся в области фундаментальной части медицинской науки. То есть это алгоритмизация клинического приема, это вопросы планирования, ведения, сопровождения пациентов, рекомендации назначения, классификации различных патологий и разработка трафаретов на основании фенотипических показателей для выбора стратегии и тактики лечения. И еще много-много всего. Это какие-то практические таблицы для быстрого выбора хирургического протокола или его комбинации и прочее. Вот все, чем мы занимаемся на сегодня, это все будет обязательно встречаться в статьях. Тема исследования рецессии Десны именно с твердой мозговой оболочкой. Самое первое, с чего мы начали, мы, конечно же, показали, что так вообще возможно. Что действительно, да, аутотрансплантат является, конечно же, золотым стандартом, все давно ориентируются на него. И, в общем, никаких пластических материалов нет, которые могли бы заместить объективно результат достигаем при использовании аутотрансплантата с неба, даепитализированного или полнослойного и так далее. И поэтому мы решили исследовать с тем материалом, который у нас уже есть и в котором мы видим клинический результат. Ну и, собственно, мы показали просто на одном демонстрационном примере и на исследовании всего 68 зубов. 68 рецессий мы исследовали и показали один клинический пример. В среднем мы получили, что рецессии глубина серьезно уменьшилась, увеличилась толщина Десны в два раза и ширина. Поэтому то, что даже больше, и то, что мы видим, конечно же, говорит о том, что имеет смысл продолжать исследование. Тогда для того, чтобы заниматься каким-то исследованием, нами были отработаны модели. Мы отмоделировали операцию по использованию аллогенного такого же материала из той же структуры, с твердой мозговой оболочки на крысах. Мы объединили определенное количество животных и показали, что в одном случае мы выполняли операции на животных с использованием пластического материала, а в другом случае мы просто имитировали рецессию, собственно, ушивали его как по операции опекально-коронального смещения и получали абсолютно сопоставимый результат. То есть реакция на операцию была одинаковой, не было реакции на материал, что сказало нам о том, что имеет смысл исследовать. Мы можем использовать данную модель. Вот, пожалуйста, результат использования твердой мозговой оболочки, вот куда мы и пришли. Действительно, объем ткани меняется и в лучшую сторону. При этом мы отметили некую положительную реакцию со стороны мягких тканей в первые дни. Скорее всего, это нейтрофильная реакция, как мы думали, ну и как оказалась на самом деле. Затем мы провели исследование, поскольку у нас было несколько дизайнов аналогичных операций, на пациенте, у которого было 28 рецессий в одной полости рта и ничего не оставалось, кроме как несколько этапов обеспечить реабилитацию данного пациента.